Название вот Современное глобальное потепление в контексте теплых событий климата в прошлом Возникает такой вопрос очень часто, насколько уникально современное теплое событие вот это потепление климата, что оно собой представляет какая физика, объясняющая данное явление какие были события в прошлом аналогичны ли они являются ли они аналогом по своим свойствам по той физике, которая вызвала их я хочу начать с известной карты климатических зон которая представлена на данном рисунке которая представляет собой классификацию климата и начать я хочу в контексте таком что изменение климата о котором мы говорим сегодня современные изменения климата и прогноз оно не перестроит вот эту структуру общая конфигурация конечно изменений не претерпит какие изменения мы наблюдаем вот на данном рисунке показаны изменения температурного режима это глобально осредненные характеристики то есть температура осредненная по всему земному шару и в среднем за год с 1850 года по современное время по 2013 год и вы видите на данном рисунке тут верхний рисунок вот такая пилообразная кривая представляет собой изменения происходившие год от года здесь сглаженный рисунок и на том и другом графике вы видите то что температура с середины 19 века как-то вот флуктуировала немножко нарастала а потом вот образовался такой вот тренд направленный вверх и вот этот вот тренд вот этот вот рост температуры это и есть глобальное потепление самое яркое событие современных наук о окружающей среде потому что нет ничего сейчас такого более значимого чем понимание этого механизма и понимание того как остальные компоненты окружающей среды отреагируют на это изменение климата это изменение температуры у поверхности земли а как выглядит изменение температуры по всей толще атмосферы а выглядит оно так вот это нижний график это повторение вот этого это рост температуры А на высоте примерно 20 км ситуация зеркальная Так и должно быть по некоторым причинам То есть если мы понимаем, что современные изменения температурные связаны именно с усилением парникового эффекта А я буду про это говорить То именно так и должны были бы вести себя температуры, как мы наблюдаем на данном рисунке У поверхности земли наблюдается рост температуры На верхних уровнях 20 км и выше температура закономерно уменьшается, убывает А это карта Карта, которая показывает, как за 100 лет изменилась температура на земном шаре И здесь такое насыщение цвета указывает те области, где наивысшее изменение температуры наблюдается И вы видите, что, во-первых, цвет везде красный Практически, кроме вот этих вот белых вырезов, тут просто данных нет И вот тут вот некоторое состояние около нуля изменений в северной части Атлантического океана Тут вот по некоторым причинам имеются механизмы, которые демпфируют современное глобальное потепление А в остальном везде температура увеличивается Причем на сколько увеличивается, какие тут цифры Красный цвет это 1, а это 1,5, 1,7 1 градус за 100 лет Вот такие темпы потепления В конце 19 века выдающийся русский математик Чебышев читал лекцию в Париже Которая называлась «Математическое описание причесок» Это был специальный съезд парикмахеров И когда он начал свою лекцию, он им сказал, что давайте для простоты будем считать, что голова квадратная И 4,5 народа встало и ушло Поэтому мы смотрим на эти цифры порядка 1 градуса изменения Такие очень маленькие аномалии И оказывается, что эти аномалии тянут за собой серьезные климатические последствия И последствия в состоянии окружающей среды Потепление вот оно происходит Оно состоит из вот такого тренда Оно состоит из флуктуации Глобальное потепление неравномерно Есть и были этапы, когда быстро росла температура Были этапы, когда это потепление сменялось даже небольшим похолоданием А в последние 10 лет температура вообще достигнув вот этого уровня Она и не растет в среднем и не уменьшается Современные изменения температуры, их надо понимать так Это естественная изменчивость, на которую наложен антропогенный сигнал Изменчивость, на которую накладывается тренд Эта изменчивость связана с флуктуациями, которые свойственны климату Мне некогда тут объяснять их подробно Я приведу некоторые наиболее яркие примеры Один из таких примеров это Эль-Нинью, Южное Колебание Которое развивается в центральной части Тихого океана И представляет собой две стадии Которые отличаются между собой Вот этим вот расположением аномалии в океане Расположением над ним массива облачности Который может быть в такой форме А может быть в таком вот виде И Южное Колебание флуктуирует И отзвуки от этого Южного Колебания Развивающегося в Тихом океане Они разносятся на весь земной шар Другой пример, более близкий к нам Это так называемое Североатлантическое Колебание Чтобы его охарактеризовать Я просто показываю вам карту Вот это синоптическая карта сегодняшняя Отражающая сегодняшнюю синоптическую ситуацию Большая красная звездочка это Москва Мы расположены были утром здесь Вот это циклон, это антициклон Вот эти линии, вдоль этих линий движутся воздушные массы И вот сейчас ситуация такая, что мы попадаем в область мощного юго-западного потока воздуха И уже на глазах теплеет, если утром еще шел снежок, то уже сейчас идет дождь И вот эта вся область такого потока, мощная река, она захватывает нашу территорию Что же такое Североатлантическое Колебание? Оказывается, что вот эта пара вихрей, между которыми создается градиент давления, управляющего вот этим мощнейшим потоком Вот эта пара вихрей живет независимо друг от друга Эти вихри вместе или активизируются, тогда поток усиливается Или наоборот, они ослабляются, рассыпаются И тогда вместо ярко выраженного потока с запада Возникают менее выраженные потоки с севера и с востока Ну и понятно, что если у нас в зимнее время идет мощный поток с Атлантического океана Это один тип погоды Это дождь, слякость и так далее Температура около нуля, неустойчивый снежный покров Это один тип погоды А если наоборот этого потока нет И выносятся арктические воздушные массы или воздушные массы из Сибири Это холодно, сухо, совсем другой режим погоды И вот оказывается, что вот эти ситуации, они флуктуируют Красненькие вверх ситуации Это ситуации мощного выноса с Атлантики Синие пики Это наоборот ситуации, когда этот поток ослаблен Таким образом, вот эти флуктуации Вот эти флуктуации Все это вместе накладывается вот на этот тренд Есть некоторая тайна И тайна, она вот какого типа Мы имеем дело со 100-летними рельдами наблюдений В очень многих случаях Метеорологические станции начинали свою работу в сельской местности Потом постепенно где-то вокруг города образовывались И через какие-то десятилетия они оказывались внутри урбанизированных территорий А внутри урбанизированных территорий Внутри городов существует выделение тепла самим городом И вот понимание этой ситуации породило такую мысль А является ли глобальное потепление То, что мы рисуем на графиках Действительно отражением глобального процесса Может быть это просто связано с тем Что каждая станция в начале века была сельской Теперь стала городской И вот это серьезное такое мнение Серьезное замечание Проблема была решена Проблема была решена таким образом Что нужно было отфильтровать Убрать из данных результаты наблюдений тех станций Которая, окружающая среда вокруг которых Претерпела такие пертурбации И вот эта отбраковка Она была осуществлена вот таким вот способом Были привлечены данные ночного свечения Земли И по пороговому значению Вот все, что красное Было убрано из результатов измерений Все метеорологические станции Которые попадали в красные зоны Японии Вот тут западной Европы Части восточного побережья Соединенных Штатов Они были исключены из рассмотрения И что получилось в итоге? В итоге получился точно такой же рисунок Как и был То есть удаление вот этих Подозрительных данных Не привело никакому кардинальному изменению Поэтому мы уверенно говорим Что глобальное потепление Оно действительно происходит Это факт подчеркивающийся наблюдениями Полученный по данным наблюдениям Нижний график показывает рост уровня Мирового океана Мировой океан поднимается Вот он поднимается Здесь аккумулированы данные разных архивов В том числе вот эта красная линия Это последние годы Это измерения на основе спутников Которые непосредственно измеряют превышение уровня Везде мы видим хорошее совпадение Идет рост уровня Мирового океана Почему поднимается уровень Мирового океана Какая тут климатическая причина Их две И они просты И оказывается что они значимы Первая причина Вода как нагретое тело просто расширяется И из-за этого поднимается уровень Вторая причина Это вода которая была накоплена на суше Законсервирована в горных ледниках Прежде всего в горных именно ледниках Она начинает освобождаться Тает Происходит таяние И эта вода отложенная на какое-то время Запасенная Возвращается в Мировой океан И происходит повышение его уровня Для того чтобы осуществить вот это растопление Уничтожение количества льда Нужно именно то приращение температуры Которое я показывал на первом рисунке Мы работаем как и положено всей науке По принципу минимума Если мы можем описать простыми средствами Какое-то явление То нам не надо привлекать дополнительных теорий Если две другие причины Так же превосходно описывают процесс А нету таких причин Эти две нам описывают все Мы их подсчитали Это то что я сказал два слова об этом Это маленькая верхушечка Даже не азберга Неизвестно чего За этой кривой колоссальный труд Тех же глицологов например Которые подсчитали количество льда Которое растаяло И оно независимо совпало С тем добавлением Которое получилось здесь Синтез вариаций Которые связаны с естественными причинами И есть четкое представление о том Что в последние десятилетия На эти вариации накладывается Тренд связанный с антропогенным влиянием Снова вот Как говорится полемизируя с вами Я могу сказать что Мнения здесь могут быть различны Но выбирая одно из наиболее аргументированных Мы останавливаемся именно на нем Происходит усиление парникового эффекта Парниковый эффект все время существует Это явление присущее Любой планетной системе Однако увеличение некоторых специальных Газовых примесей Таких как углекислый газ Метан Закись азота Фреоны Приводят к небольшому усилению Вот этого парникового эффекта То что названное мною Величины Компоненты газовые Увеличивается Увеличивается их концентрация То видно вот из этих вот данных Вот рост углекислого газа За последние две тысячи лет Тут такой синтез данных Прямых измерений Очень небольшой вот этот отрезок И данных восстановленных В основном восстановленных По кернам Выбуренных в различных Значит Ледниках В десяти тысяч лет Изменение CO2 было небольшим А в последние столетия Вот оно таким скачком Рванулось вверх Это наглядно показывает Что это антропогенное приращение Но я повторяю Что есть серьезные геохимические эффекты Которые это обстоятельство Позволяют утверждать Если парниковый эффект усиливается То мы должны перевести Приращение концентрации В радиационные Ну в какие-то В энергетические единицы И вот здесь вот В этой таблице это осуществлено Вот тут вот ноль Разные факторы Они могут приводить к росту Температуры Другие наоборот К понижению И можно сопоставить Вот размеры Этих полосочек И видно что CO2 Является определяющим В данном случае Верхняя полосочка CO2 К ней прибавляется Следующая группа Таких же Парниковых газов И так далее Есть компоненты Которые работают В обе стороны Это аэрозоли Некоторые фракции Усиливают парниковый эффект Некоторые его ослабляют Изменение альбета поверхности За счет человеческой деятельности Оценено как слабоотрицательное влияние Есть изменение в солнечной Светимости Оно оценивается вот таким образом И вот эффект Вот эффект Вот такой Какая тут конкретная цифра Не важно Важно то что С 1950 года Было вот так В 1980 году так В 2011 так Нарастает вот это влияние И это нарастающее влияние Определяет тот тренд В температурах О котором я говорил С которого начал свой рассказ Подход связанный с моделированием климата Многие вещи Невозможно измерить Потому что Мы имеем такую ситуацию Что событие оно прошло Оно было, прошло Повторить его нельзя В физическом эксперименте И для того чтобы Вот восполнить этот пробел Оказалось возможным Создать математические модели климата Включающие атмосферу Океан Сушу Биогеохимические циклы Живую растительность Соединить это все вместе Кривосферу Ледяные щиты Чтобы они тоже были живые Двигались Соединить это все вместе Написать вот такие Очень сложные уравнения Составить вот такие Сложные модели Аналитически решить их невозможно Приходится решать их на суперкомпьютерах Какова сложность этих моделей Сложность такого рода технологий Можно оценивать Выражая ее Человека годами Сколько нужно человека лет Чтобы сделать такую модель Сотни Представляете себе Чтобы вот это все сделать Нужны сотни человека лет Чтобы написать соответствующие коды Которые описывают эту совместную модель Атмосферы Океана, суши и так далее На верхний рисунок я предлагаю посмотреть На данном рисунке Сопоставлены данные измерений Это черная линия Это опять Ход с 1880 года В данном случае до 2010 года И черная кривая Показывает регулярное изменение Температуры на нашей планете А вот этот вот набор разноцветных кривых Показывает то, что дали разные модели Моделей много Сейчас их примерно 40 Существует в мире Хотя на самом деле Некоторые модели Это версии одной и той же Если это обстоятельства учесть То их примерно 20 В мире Одна из моделей есть и в России Хорошая модель Это модель Института вычислительной математики Института Академии наук Погрешности заключается в том Что в настоящее время В последние именно 10 лет Модели немножечко завышают температуру Немножечко завышают температуру И причины, как считается Ну тут есть определенные причины на эту тему А та же самая То есть у нас есть данные Эмпирические данные Показывающие, как менялся климат в прошлом И есть математическое моделирование Которое покажет, какие происходили изменения И правильно ли мы понимаем Те или иные физические причины Только теперь данные С которыми мы работаем Эмпирически Это не данные Измерений на метеорологических станциях Это результаты реконструкции климата Это сложная вещь Когда восстанавливаются климаты прошлого При восстановлении климата в прошлого Нужно решить две задачи одновременно Первая задача Это найти индикаторы Соответствующих метеорологических показателей Ну прежде всего температуры Режимы увлажнения Это первая задача Найти такие индикаторы Суметь их извлечь из горных пород Из ледниковых кернов Из колец деревьев Из коралловых образований И так далее Вторая задача Абсолютная датировка Нужно датировать эти изменения Потому что Например Когда В Антарктиде На станции Восток Был выборен керн Длиной 3 километра То нужно было Вот этот огромный Трехкилометровый керн Продатировать и понять Как устроено в нем распределение По времени Оно совсем не линейно Совсем не пропорционально Линейно углублению Увеличивается возраст этого керна Скорость разная И это сложнейшая В общем-то проблема Вот рисунок Который показывает Изменение температуры Ну изменение климата За последние полмиллиарда лет Здесь шкала по времени Неравномерна Вот глобальное потепление Вот маленький Вот эта кривая Красненькая Последний подраздел Это глобальное потепление Сто лет Здесь тысячи лет Здесь уже миллионы Тут десятки миллионов лет Шкала совершенно не однородная Почему она кончается вот здесь? Ведь это Сравнительно небольшой отрезок Это примерно Одна девятая часть Истории всей планеты А потому что дальше Данные есть Но они уже Гораздо хуже по качеству Они Разорванные Они Плохо привязанные По времени Они не точные И фактически Что было до этого Мы можем Считать только в общем Уже такие серьезные Количественные Обобщения Не затруднены На самом деле Это даже геологи В свое время Воплотили в саму Классификацию Геологических Подразделов Потому что Начинается все С периода Который В геологической Терминологии Называется Кембрий То есть Тут Кембрий Ордовик Силур И так далее Мы приближаемся К нашему времени Так вот В рассматриваемой Классификации Кембрий А то что было До него Все иногда Называется Просто До Кембрия Подчеркиваю Что это было Давно Было Неизвестно И в общем Там Трудно Разобраться Есть конечно Работы Посвященные Древним климатам Но они Такой вот Детальностью И геофизичностью Не отличаются Мы сейчас Вот рассмотрим Некоторые фрагменты Этой кривой В дальнейшем А я уже Ее показывать Не буду Пока я хочу Обратить Ваше внимание Вот на какое обстоятельство Пока она Вся перед вами Посмотрите Какая Удивительно Маленькая Амплитуда Колебаний Тут у меня Цифра Минус 2 А тут у меня Цифра 8 То есть Амплитуда Это не амплитуда Извините Это размах Размах Колебаний 10 градусов Всего А ведь в это время Происходили Грандиозные события Тут в это время Рождался мир Именно живая природа В это время Двигались континенты И периодически Они так Менялись Совершенно Прихотливым образом Падали метеориты Проходили этапы Горообразования Было очень Много Мощнейших Событий А диапазон температуры 10 градусов Всего Вот это вот Интересное обстоятельство Которое Ну Опять у меня нет времени На эту тему Можно было бы Очень интересно Поговорить Я просто вам Предлагаю его Как некий Факт Давайте посмотрим Вот на этот Теперь интервал Времени Близкий к нам Это последний Миллион лет И в этот Последний Миллион лет Постепенно Вот такое Шло понижение Температуры Развелись Мощные Амплитудные Такие Колебания Климата Вот они Здесь нарисованы Отдельно Здесь показаны Изменения За 800 Тысяч лет И Сколько их тут Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Где-то Примерно Девять Девять За 800 Лет То есть Получается Периодичность Примерно В 100 Тысяч Лет Такие Сто Тысячелетние Ритмы В изменениях Климата Мы живем На этой шкале Вот в этом месте Мы живем В этом месте И Это Теплый интервал Времени Вот он Теплый интервал Времени Небольшой Такой Вот А совсем Недавно По этим масштабам Было Глубокое Похолодание Одно из самых глубоких За всю Историю За весь последний Миллион лет А поскольку У нас Общее происходило Похолодание То и может быть За гораздо Больший Интервал Времени То есть Совсем Недавно 20 тысяч лет Назад Был Вот этот Минимум Потом Температура Резко Подросла И какое-то Время Мы живем В стабильных Условиях Удобно И естественно При интерпретации Вот этих Результатов Пользоваться Такими терминами Как Ледниковое Состояние И межледниковое Которые В данном Случа Являются Аналогами Холодная Эпоха Теплая Эпоха И вот Холодная Эпоха Была 20 тысяч Ледниковое А мы живем в теплую эпоху Холодная Теплая Понятно А ледниковое Межледниковое Вот картина Ледниковых Щитов Северного Полушария Сейчас Здесь Только Гренландия А 20 тысяч Лед назад Это была Вот такая Вот область Эти буквы Они обозначают Название Щитов Скажем Л Это Лаврентийский Ледниковый Щит Б Баренцево Морский С Скандинавский И так далее То есть Вы видите Что это Действительно Можно Говорить О том Что Ледниковое Состояние Было Соответствовало Холодному Состоянию А Б Б Какой Это Б И Это Британский Ирландский А это Исландский Названия Могут быть Разные Скандинавский Иногда Включает Баренцево Морский Здесь Важно Это Скорее всего Откорее Наскать Британское Исполнение Мощность Льда Составляла До Трех Километров Откуда Бралась Вода Конечно Из Мирового Океана И Мировой Океан В это Время Опускался Примерно На 100 Метров То есть Эти кривые Можно Дополнить Еще одной кривой Совершенно Аналогичной В своем Масштабе То есть Здесь Можно было бы Нарисовать Кривую Изменений Уровня Мирового Океана Которая Связана Именно С тем Что Накапливалась Вода Концентрировалась На суше В ледниковых Щитах И Наоборот Исчезала Какая природа Этих Колебаний Природа Интересна Тут Такие Двойные Вещи Во-первых Задавались Эти колебания Вот это Надо так Понимать Своеобразно Колебания Задавались Флуктуациями Прихода Солнечной Энергии Причем Это тоже Хитрая Вещь Не просто Это не то Что солнце Светило Сильнее Слабее Совсем Нет Это Конфигурация Планеты Менялась Она То На орбите Распрямлялась То наоборот Немножко Наклонялась В большей степени Чем сейчас И это вызывало Сезонное Перераспределение Солнечной Радиацией И вот Такие Возникали Полоски Которые Предваряли Теплое Событие Но Этих Эффектов Как сейчас Показано Было Недостаточно Для того Чтобы Развить Тепотепление Уничтожить Вот эти Ледниковые Щиты Нужны Были Дополнительные Эффекты И эти Дополнительные Эффекты Связаны С обратными Связями То есть Запускается Солнечными Изменениями Флуктуации Эти Флуктуации Активизируют Обратные Связи Внутри Климатической Системы Из этих Обратных Связей Наиболее Может быть Значимая Связь Такая Что При росте Температуры Увеличивается И содержание СО2 В атмосфере А при понижении Температуры Оно уменьшается И за счет Парникового Эффекта Усиливается Или Эффект Снижения Температуры Или наоборот Роста Вот уже Я хочу Показать Этим Даже Примером Что Физика Теплых Событий Вот этих Вот Она Отличается От физики Тех Событий Которые Я привлекал Для того Чтобы Объяснить Современное Теплое Состояние Теперь Я буду Масштаб Уменьшать Вот на прошлом Рисунке Были Сотни Миллионов Лет На этом Рисунке Уже Весь Рисунок Это 140 Тысяч Лет В донных Отложениях Совершенно Однородных Вдруг Обнаружились Прослойки Грубообломочного Материала В Северной Атлантике И вот эти Прослойки Ну конечно Это прослойки Я сильно Говорю Утрирую Они видны Только При изучении Образцов В микроскоп Они говорят О том Что Откуда-то Должно Было Взяться Вот это Вещество Выносимое С материков Грубое Неокатанное Совершенно Своеобразное Совершенно Не морского Происхождения Механизм Доставки Мог быть Только один Айсберги И вот Айсбергов В какие-то эпохи Становилось Так много Что Они Вот Создавали На дне Океана Просто Некую Прослойку Повышенного Содержания Этого Грубобломочного Вещества То есть Ледниковые Щиты Они теряли Устойчивость И Армады Айсбергов Выносились В Северную Атлантику К чему Это приводило Почему При этом Происходили Похолодания Механизм Заключается Вот в чем Ведь Вот в этих Вот Районах Может быть Я вернусь К предыдущей Карте Вот здесь Вот Можно бы Нарисовать Движущееся Североатлантическое Течение Которое Несет Сюда Теплую Воду В эти Широты Это Продолжение Продолжение Гольфстрима Эти воды В этом месте Дальше Они течь Не могут Они начинают Охлаждаются С поверхности Начинают Тонуть Развивается Вертикальная Циркуляция Отходит Мощная Водная Масса И начинает Опускаться Вниз Медленный Процесс Который Длится Годами Вода Шарик Водная Субтропическая Область И не может Идти сюда А сразу Сворачивает Куда-нибудь К Португалии К Африке И тепло Не несет В Европу Таким Одинадцать Ну Близки Правда Голоцен К Африке К Африке К Африке К К Ультура Которая Подисципировала В результате Вот считается Что это произошло Это событие Известное Археологами И историками Что это событие Было Это им было известно Сравнительно недавно Буквально Десять лет назад Появилась Эта публикация Надежно Показывающая Что в это время Резко ухудшились Условия увлажнения А увлажнение Было базой Для Сельского Хозяйства Данного региона И это привело К деградации Государства Причем условия Быстро восстановились Но Государство Уже не восстановилось Не пережило Этот катаклизм Это тысяча лет До Тысяча лет Назад И И Другой Материк Это Центральная Америка Это Значит Коллапс Древней цивилизации Майя Который Произошел За Примерно Полтысячи лет До нападения Кортеса Но Это было Это было Государство Мощное Достигшее Определенного Уровня Потом Резкое Ухудшение Климатических Условий Резкое ухудшение Агроклиматических Условий Привело Ну не к полной Деградации Но к весьма Существенной Деградации Государства Если бы этого Не было Может быть и Испанцам Грубо Не так просто Но это мы уже Фантазируем О таких вещах Теперь Что было За последние Тысячу лет Ну Тысяча Пятьсот Лет Мы Приближаемся И к Современному Времени И одновременно Рассматриваем Более короткие По продолжительности События Что было За последние Тысяча Пятьсот Лет Вот Схема Схема Выглядит Таким образом Что было Теплое Событие В климате Климат Был Тепле Современного Так называемое Средневековое Потепление Потом Оно Сменилось Холодным Событием Так называемая Маленькая Ледниковая Эпоха А потом Вот уже После выхода Из этого Литалайз Эйч Началось Потепление Которое Потом усилилось Естественными Причинами В смысле Антропогенными Причинами Это схема Основанная На многих Данных Но честно говоря Не везде Они Хорошо Эту схему Оправдывают Вот скажем В Гренландии Неплохо Получается Вы видите Вот это Потепление Связанное Со средневековой Эпохой А вот Похолодание Оно Состояло Из нескольких Этапов Но оно Все-таки Выражено А вот Предположим Где-нибудь Вот В Альпах Маленькая Ледниковая эпоха Есть Вот Ее Экстремумы Связанные С понижениями Температуры А теплая Эпоха Практически Не была Выражена Поэтому Вот здесь Остается Неясным Были ли Эти события Глобальными Или В разных Регионах Такого рода Повышение Температуры И понижения Наступали В разное Ну Несколько В разное Время Пунктуации Поскольку Мы уже близко Подходим К современному Климату Нам этот Механизм Надо Очень Хорошо Иметь ввиду Чтобы Понимать То что Сейчас Происходит С климатом Вот с чего Я начинал Какой же Был механизм Вариации Климата Ну вот Путем Многочисленных Анализов Изучения И так далее Появилась Вот эта Концепция Которую Я вам Представляю Вещь довольно Новая Еще 10 лет Назад Я бы Этого Вам Не рассказал Наоборот Даже Сказал бы Может быть Что есть Какие-то Диковинные Гипотезы Которые Ну Ничем Не подкреплены Так вот Оказывается Что Что Происходило Два Фактора Работало Опять Мы ищем Факторы В энергетике Климатической Системы Первый Фактор Оказывается Такой Что Солнце Светит Оказывается Не так Стабильно Как Мы Всегда Думали А почему Мы Ну это Комьюнити Мировое Почему Мы так Думали А просто Не было Измерений Таких Что Вот Можно было Там По дням Все Померить Еще на Спутниках Таких Измерений Не было И поэтому Считалось Что Солнце Светит Стабильно Астрофизики Нам говорили Что это Так Должно Быть Редкие Измерения На Каких-нибудь Аэростатах И спутниках Вроде Показывали Что это Примерно Так И все Были Довольны Оказалось Это Не так Вот Два Графика Вы видите Они Синхронно Ведут Себя Синхронно Нижний График Это опять Тут Шкала Времени Нижний График Синий Показывает Изменение Солнечной Активности Это Солнечные Пятна В данном Случае Это Вещь Известная Известна Уже 300 лет Прямыми Измерениями Что Существует Явление Солнечной Активности Которое В частности Связано С тем Что Количество Пятен На Солнце То Увеличивается То Уменьшается Это Цикл Четкий Это 11-летний Цикл Колебаний Он Выражен Этот Цикл Активности Не только В пятнах Он Выраженный В других Вещах Но Пятна Наиболее Легко Определить И они Имеют Длинные Ряды Это Было Давно Известно 11-летний Цикл Солнечной Активности Но Оказалось Вот это Было Неизвестно И было Получено Путем Прямых Измерений На Спутниках Что И светимость Солнца Тоже Флуктуирует Вместе Солнечным Циклом Вот это Факт Был Новый Понадобилось Целое Поколение Спутниковых Станций Сменявших Друг Друг Чтобы Получить Вот Эту Кривую Красную Нарисованную Наверху Насколько Велики Здесь Изменения Но Они Очень Маленькие Здесь Наверху 1367 А вот Тут Внизу 1365 Ватт На Метр Квадратный Всего Навсего Это 2 Ватта Господи Это Вообще Казалось бы Очень Маленькие Цифры Но Как я Говорил Вначале Их Нельзя Оценивать Просто По Признаку Большой Маленький Здесь Важно Влекут Ли За собой Важные Климатические Следствия Оказывается Влекут И Вот Это Важная Вещь То есть Оказалось Что Если у нас Происходит Ослабление Солнечной Активности То Оно Тянет За собой И Вернее Является Признаком Солнечной Светимости То есть Энергия Солнца Убывает Вот Понимание Этого Обстоятельства Привело К возможности Реконструировать По данным Солнечной Активности Солнечную Светимость Эта Реконструкция Нарисована Здесь Известно Что Солнце Вот Его активность Была Разной 300 лет Прямых Наблюдений Потом Можно Реконструировать Эту величину По различным Источникам По Радиоактивному Углероду Запасенному В древесине В древесных Кольцах По Радиоактивному Бериллию Запасенному В ледниковых Кернах И так далее Все это Как-то Сделали Сошлось Это Примерно Потом Это Проверили Путем Изучения Солнечноподобных Звезд Где тоже Имеются Такие же Связи В общем Доверие Выросло И получилось Вот такое Представление Здесь показано Как менялось Поступление Энергии От Солнца Оно Оно Очень Очень крупные Вулканические Извержения Причем Те Извержения Которые Происходят Взрывным Образом Когда Столб Вещества Выстреливается На огромную Высоту До 30 Километров Выше Просто Выстрелить Вулканы Не в состоянии Почему Нужно Выбросить Вещество Так Высоко Ситуация Вот такая Вулкан Выстреливает Вот такой Значит Столб Вещества Нижняя Его часть Остается В тропосфере В тропосфере Происходят Осадки Нисходящее Движение Эта часть Очень быстро Вымывается И исчезает А вот эта часть Остается Диффундирует В тропосфере Водяного пара Нет Оседания Очень мало И вот эта часть Облака Диффундирует Рассеивается Покрывает Весь земной шар Что именно Покрывает Вулкан Выстреливает В основном СО2 То есть Сернистый газ Сернистый газ Выброшенный В стратосферу Очень быстро За буквально За несколько суток Превращается В капельки Серной кислоты И вот это Облако Покрывает Весь земной шар Оно почти Не влияет На форниковые Свойства Но оно Эффективно Влияет на Солнечную радиацию То есть Когда появился Этот щит Количество энергии Поступающей От Солнца Немного уменьшается И оказывается Что это Серьезная причина Вот Фактор Номер 2 И похолодание Климата За последние Вот Сотни лет Происходили В те эпохи Когда Эти два Случайных Фактора Совпадали Когда было Мощное Извержение И было еще Понижение Светимости Солнца И получилось Неплохо Таким методом Удается Объяснить Кривую Изменение Температуры Ну Чтобы вы понимали О каких Извержениях Идет речь Таких Извержений За последние Ну буквально Сто лет Было всего Три Это Извержение Вулкана Пинатубо 1991 Год Это Извержение Вулкана Эль Чичон По-моему 84 Или 82 Год В Мексике И это Извержение Вулкана Агунг На Филиппинах Вот было Всего Три Случа Когда Столб Был Выброшен Высоко Образовалось Облако И так далее То есть Вот вам Причина И это Обстоятельство Уже Надо Учитывать При Интерпретации Современного Климата Потому что Это уже Касается Нашей эпохи Агунг Энатубо Эль Чичон Это те События Которые Создавали Холодные Аномалии Происходившие В нашем В наше уже Время Я рассказал О тех Событиях Теплых Которые были В прошлом Теперь О теплых Событиях Которые Будут В будущем Почему мы Говорим Что эти События Будут Именно Теплыми Потому что Физика Процесса Связана С накоплением Парниковых Газов В атмосфере И это Накопление Будет Продолжаться Дальше Если Даже Сейчас Буквально Сегодня Взять И отрезать Выбросы Углекислого Газа Ну и других Метана И так далее В атмосферу То Обтепление Будет Продолжаться Все Равно Почему Потому что Во-первых То что Выброшено Оно Остается И никуда Не денется В течение Долгого Времени А во-вторых Уже Весьма Хорошо Нагрелся Мировой Океан Который Будет Отдавать Тепло Нагревая Атмосферу Вот Один из Сценариев Вот этот Зелененький Сценарий Нарисованный Здесь Так называемый Сценарий 2,6 Вот он Как раз Об этом Вот Считается Что очень скоро Мировая экономика Перейдет на Альтернативное Топливо Вот где-то Буквально Нам осталось С вами ждать Несколько лет Прекратится Сжигание А СО2 Это в основном Сжигание Энергетика И Мы перейдем На альтернативное Топливо И вот как Будет меняться Значит Радиационное Воздействие А самый Жесткий Сценарий Это Вот этот Серый Сценарий Согласно Которому Выбросы Будут Продолжаться Ну В том Количестве В прежнем Или нет Тут Разные Коррективы Сделаны Хочу подчеркнуть Что эти Сценарии Они Созданы Не Футуристически Это огромная В общем-то Наука Синтез Экономики Демографии Социологии Наука Об окружающей Среде Вот Все вместе Позволяет Выработать Вот эти Сценарии Это глобальные Температуры Как они Будут Меняться Два блока Сценариев Давайте Проговорить Об этом Например На самом деле Они Близки Вот Сценарий Наиболее Жесткий Вот Сценарий Более Мягкий Это Современные Изменения До 2005 Года Доведенные Дальше Идет Рост Резкий Рост Температуры По сценарию Жесткому Ну и Какие будут Изменения Окончательные 4 градуса Глобальные Изменится Температура По Жесткому Сценарию Много Это или мало Опять же Тут надо Смотреть На Проявление На Состояние Окружающей Среды А по Минимальному Сценарию Ну где-то Пол Градуса До Градуса Увеличения Температуры Причем Очень важно То что В начальном Этапе Обе кривые Идут Практически Вместе То есть Примерно До 2030 Года Даже И до 2040 Их Вообще Не различить Вот здесь Это тоже Отлично Видно И понять По какому Сценарию Идет Развитие климата Мы не можем Это Картина Изменений Которая Предполагается В мягком Сценарии В жестком Сценарии Давайте на Жесткий Сценарий Смотреть Это изменение Температуры Это изменение Осадков Все красное Иногда Желтое И вот Это пятнышко Вот это пятнышко В Атлантике Связанное С распреснением Вот С ослаблением Океанской Циркуляции Все-таки Оно здесь Проявляется Здесь оно Проявляется Еще Сильнее Сравним Вот эту Картину И эту Осадки И температуру Особенность в том Что по Температуре Везде Потепление Практически Весь Земной Шар Все регионы Теплеют Ну с разной Скоростью Больше Теплеет Арктика Больше Теплеют Внутриконтинентальные Районы Но все-таки Потепление Выражено Везде Что делается С осадками Резкая Изменчивость Резкая Изменчивость Причем Еще если Вам видно Не знаю Видно или нет Здесь кроме цвета Есть еще Штриховки Если будет Теплее Отопительный Период Будет Сокращаться Насколько Вот показаны Цифры Первая цифра В начале В середине Столетия Вторая В конце Столетия То есть На северных Регионах Чуть ли не на Два месяца К концу Столетия Уменьшится Отопительный Сезон Разрушение Вечной Мерзлоты Сложная Вещь Она хитро В общем-то Разрушается Идет Потепление Но в зависимости От того Что на поверхности Торф Или суглинок И какая Структура Эти темпы Разные Во всяком случае Изменение климата На севере Это во многом Проблемы Разрушения Мерзлоты И проблемы Связанные С теми Сооружениями Которые Вот видите Железная дорога Просела Из-за того Что под ней Произошло Разрушение Многолетних Мерзлых Пород Малярия Малярия Это опасное Заболевание Не вдаваясь В детали Что здесь Изображено Можно увидеть Что красное Везде Надвигается То есть Опасность Заболевания Малярии Будет продвигаться В более В более Высокие Широты Где раньше Она была Но была Как просто Такая Занесенная Болезнь Как скорее Социальное Явление Чем Проявление Изменения Климата Растительный покров Растительный покров И климат Живут Состыкованным образом То есть Растительность Приспособлена К климату Если климат Быстро меняется Растительность Конечно Не успеет За ним Быстро Перестроиться Но что это будет Означать Это будет Означать Что растительное Сообщество Привыкшее К определенному Климатическому Режиму Будут находиться Не в своих условиях Не в комфортных Условиях А это будет Ну почти Повсеместно Вы видите Это современная Картина А в прогнозной Желтое и красное Начинает Надвигаться Таким вот Образом Это я повторяю Потенциальный Эффект Это не значит Что граница Леса Там действительно Захватит Тундру Такого так быстро Не бывает Но То что Определенная Тенденция Развития Высокоствольной Растительности На севере Например Существует Именно положительное Это несомненно